Всем привет! Меня зовут Марина Соловьева и это традиционный субботний утренний макияж. И в этот раз я буду сравнивать две палетки теней. Теней нюдовых. Вот такая палетка у меня есть. Шанель. Вот этот цвет у меня выпадает, поэтому я его чуть-чуть придерживаю. И поскольку эта палетка уже подходит к концу и нет в ней нужных мне оттенков, уже они заканчиваются, я приобрела еще одну, практически такую же, только Vivienne Sabo. Я практически такую же говорю по оттенкам. То есть это бежево-коричневая гамма в холодных оттенках, теплые оттенки, на мой взгляд, мне не очень подходят. Чем вообще навеяна эта тема? Она навеяна моим одним из последних видео, где я наносила на себя тональный крем-балет, твердую тушь, да, плевалку, в которую с советских времен женщины плевали, красили ресницы. И палеткой от компании Faberlic серии Secret Story 5621 оливковая. Меня просто закидали комментариями, что в моем возрасте перламутровыми тенями краситься уже не нужно. Я абсолютно согласна с комментаторами, но не так сильно я и нанесла там перламутр. Ну это ладно, это дело десятое. Я абсолютно согласна с тем, что перламутра нужно с возрастом все меньше и меньше. А тени у нас из серии Secret, вы сами знаете, очень-очень перламутровые. Поэтому я достала вот эту палетку Chanel, которая у меня была. Поняла, что она уже подходит к концу и мне нужно что-то новое. Но Chanel сейчас стоит каких-то заоблачных денег. И честно говоря, я после использования вот этой палетки второй раз бы ее не купила. Ну поскольку у нее есть свои минусы. И решила денег много не тратить. Пошла и купила вот такую палетку теней Vivienne Sable. Сейчас скажу номер 74. Четыре цвета в палетке и 3,8 грамма в этой палетке. Здесь тоже четыре оттенка. 1,2 грамма на всю палетку. Дальше, что еще здесь? Оттенок 33 Прилюд. Мне кажется, такого оттенка уже сейчас нет. Сейчас уже с тех пор, как я эти тени купила, это было очень давно. Поменялась уже гамма у Chanel. Но мне они, в принципе, до сих пор очень нравятся. Поскольку они без лишнего перламутра. Они практически матовые. Вот этот оттенок совершенно матовый. Он такой угольный. Вот этот светлый слегка-слегка, как будто бы такой пудровый оттенок дает. Несмотря на то, что выглядит не пудровым. И вот этот серо-коричневый. Один из моих любимых, в принципе, оттенков. Тени запеченные. Я сейчас говорю о Chanel. Тени запеченные очень сложные в нанесении. То есть, когда ты их набираешь кистью, они пылят. И очень тяжело переносятся на веко. Когда ты берешь вот эти вот спонжи, которые у них, аппликаторы, которые у них идут в комплекте. Ими, конечно, работать проще. Но аппликаторы не очень удачные. Поэтому я в свое время использовала аппликаторы Faberlic. Они гораздо лучше с этими тенями справляются. То есть, тени, несмотря на их высокую цену, они достаточно капризные. И очень-очень тяжело их наносить. Раньше у Chanel, у меня еще до этого была палетка, они были вообще безумно твердыми. То есть, там вообще невозможно было перенести на веко. Поэтому я, конечно, больше не хочу такие покупать. Решила купить обычные компактные тени прессованные. И купила Vivienne Sabo, поскольку, в принципе, марка неплохая. И цена у этих теней получилась в Magnet Cosmetics, кстати, со скидкой 20%. Я их купила порядка 280 рублей. 280-290, ну чуть-чуть меньше 300 рублей. Поэтому мы сейчас на один глаз нанесем Chanel, на другой Vivienne Sabo. И посмотрим, стоит ли переплачивать огромные деньги за Chanel. Ну, я думаю, раз в 10 Chanel сейчас дороже, точную цену не знаю, чем Vivienne Sabo. И я еще обещала накраситься палеткой для бровей. Но сегодня где бы взять третий глаз, чтобы сравнить сразу три палетки? Не получится. Поэтому давайте я быстренько вам покажу еще в макияже кисти и палетку для контурирования. Я себе приобрела. И еще в макияже будет участвовать рассыпчатая пудра и матовая помада из новой серии. Она называется полуматовая, но я вам покажу, что она абсолютно совершенно матовая. И на данный момент я уже на одну щеку нанесла корректор. Поскольку у меня пигментация на лице, я без него макияж делать не могу. Они эти пятна просвечивают через тональный крем. И у меня сейчас на лице корректоры. Я буду на вторую щеку наносить номер 6180. Это вот такой лиловый корректор. Я быстренько это сделаю. И затем покажу вам, как наносится тональный крем Clorans. И сразу же вынесу вердикт, буду ли я покупать такой еще. Вот здесь у меня куперос возле носа, возле крыльев носа, сосудики. И красненькие. Тоже их я убираю. Когда-то я зеленым корректором пользуюсь. У меня есть вот такой еще зеленый корректор 6182 от Faberlic. Ну, честно говоря, мне достаточно одного вот этого лилового для того, чтобы все скрыть. Дальше, что я приобрела? Я приобрела, наконец-то, кисть для тональной основы. И девчонки тоже в том же самом видео мне говорили, как можно пальцами тональный крем наносить? Да боже, что нельзя в спонж взять? Там, вы знаете, почему-то люди абсолютно незнакомые считают, что они могут вот в таком полухамском тоне писать комментарии. Я, честно говоря, либо не отвечаю на такие комментарии, либо, ну, под настроение могу и в таком же тоне ответить. Значит, тональная основа у меня сейчас будет Clorans из линейки True Radiance. Это, ну, истинное сияние, будем так говорить. Оттенок у меня 105, Nude. Вот здесь 30 миллилитров, не содержит никакой масляной основы. Но, несмотря на это, мы сейчас убедимся, что, в принципе, для жирной кожи вряд ли этот тональный крем подойдет, поскольку он, ну, очень-очень жирный. Он оставляет прям такое покрытие, несмотря на то, что масла в нем нет. Что дает вот такой блеск, посмотрите, сразу же лицо сияет. Кисть Faberlic, конечно, очень шикарная, очень. Я никогда не пользовалась кистями для нанесения тональной основы, но поскольку меня там все раскритиковали в жесткой форме, я приобрела кисть и очень-очень довольна. Причем меня предупреждали, что кисти для тональной основы очень сильно впитывают тональный крем и расход очень большой. Ворс короткий, кисть плотно набита и тональный крем, я бы не сказала, что какая-то повышенная у меня идет дозировка этого крема. Нет, все очень экономично, все прекрасно. Поэтому я могу вам абсолютно спокойно рекомендовать эту кисть. И большой плюс, конечно, что не надо пачкать руки при нанесении макияжа, это огромный плюс. Ну и второй плюс равномерное нанесение. Я боялась, честно говоря, что при нанесении кистью я буду смазывать тот корректор, который я нанесла для покрытия пигментных пятен. Но ничего такого не случилось, мои опасения, слава богу, не оправдались. А тональный крем у меня, кстати, заканчивается и хватило бы мне еще на вторую щеку. В общем, вы видите, да, что не содержащий масло тональный крем очень даже блестит. Я такой тональный крем больше покупать не буду. Только вот по этой причине, что очень-очень он жирнит. И буквально через пару часов на лице проступает, хочешь что не хочешь, все равно свой жир выступает на лице, у кого кожа жирная. У меня сейчас она почему-то из супер сухой превратилась в какую-то жирноватую кожу. И это будет все очень-очень некрасиво выглядеть. И плюс вот этот тональный крем, он просто сползет. И мне нужно будет оставшуюся часть дня себя бесконечно припудривать, чтобы скрыть абсолютно все недостатки на лице. Так, ну вот, тон мы нанесли. Теперь я бы хотела показать вам корректор. Я купила новый корректор, поскольку корректоры у меня почему-то все меня не устраивают, те, которые есть. Ну, точнее говоря, я, конечно, ими пользуюсь, но они мне не очень нравятся. Я купила корректор Magic Drop из линейки Марии Вэй. И оттенок у меня 61-27. По-моему, он назывался Слоновая кость. И в этом корректоре есть вот такой свой аппликатор. Я попробую сейчас одну венку вот здесь вот скрыть этим аппликатором. Много его как-то на аппликаторе, жидковатый, прям жидковатый. И я чувствую, что этим аппликатором ничего у меня не выйдет сделать. Беру кисть для корректора. Кисть для корректора тоже у меня от Faberlic. И сейчас мы попробуем скрыть мои синяки. Ну, покрытие получается очень тоненьким. Я уверена, что потребуется второй слой. В общем, так и буду с одной кисти переносить на другую и корректировать. Ну, все равно венку видно. Не знаю, тоже какой-то мне не очень корректор. Может, ему надо слегка подсохнуть со временем. Попробую вот так, глядя в камеру, закрасить эту венку. Выровняем немножко тон самого века. Так. Ну, все. Не очень, честно говоря, мне такой корректор. Возможно, что-то на лице, да? Вот сейчас мы какие-нибудь тут прыщички подмажем. Будет лучше. Так. Дальше. Что я все-таки наконец-то достала, это рассыпчатая пудра для лица, воздушная фантазия, фаберлик, оттенок 62-21. Это светлый оттенок, я еще и темный приобрела. Я обожаю рассыпчатую пудру в качестве закрепления утреннего макияжа, поскольку обычным спонжем или, ну, кистью, конечно, нормально тоже получается, но мне нравится вот так прихлопывать. Слегка-слегка лицо, матирует она неплохо, очень мягкий спонж, но такой ласковый спонж у этой пудры. Девчонки, просто вот как шерстка у маленького котенка, я уже говорила в обзоре заказа, когда вторую пудру получила, и повторюсь, ну, прям очень приятный, очень приятный вот этот спонж. Очень приятный аромат у пудры. Мне, в принципе, все устраивает, и поначалу было непривычно, что у пудры есть зеркало. Обычно у рассыпчатой пудры зеркала нет, а у нашей, конечно же, все не как у обычной пудры, у нее зеркало есть. И я на самом деле пользуюсь этим зеркалом, думала, что не буду, но пользуюсь. Припудрю блестящие веки. Ну вот, практически мы кожу закрепили после нанесения тонального крема. И стало все намного лучше, но я говорю, что через пару часов лоб начнет лосниться, со щек поплывет тональный крем. В общем, кстати, пудра не обладает никакими не матирующими свойствами, ничего. То есть она чисто вот так вот немножко выровняла тон лица поверх тонального крема. И теперь давайте попробуем новую палетку. Теперь уже это моя палетка. Я не буду здесь аккуратничать, осторожничать. Я постараюсь нанести так, как я это делаю обычно, не взирая, не экономя продукт, поскольку в предыдущей палетке, когда я красила, это был не мой продукт. Значит, хайлайтер нанесу слегка-слегка под бровь. Все-таки он имеет такое сияние, а я стараюсь сегодня делать макияж без сияния. Немножко нанесу вот сюда на центр лба. И сразу скажу, что с тем хайлайтером, которым я обычно крашусь, разница большая. Он очень деликатный, вот этот хайлайтер. Он прям едва-едва такой заметненький. И теперь я взяла кисть для нанесения теней и немножко прошлась по пинке носа. Вот эти места скулы я всегда прорабатываю пальцем, потому что кисть у меня еще в пути. Я заказала себе кисть и для румян. И вот эта кисть для румян, которая фаберлика, она еще заявлена как для нанесения хайлайтера. Вот я ее заказала и буду пользоваться хайлайтером. Честно говоря, неудобно мне наносить пальцем почему-то именно этот хайлайтер, потому что он очень-очень деликатный и его практически сейчас на лице не видно. Не так, не так не видно. Ну и достаточно, в принципе. Мы же делаем дневной макияж. Немножко здесь нанесем и тут. Не буду я пользоваться сегодня темным оттенком. И 2,2 сейчас нанесу румяна. Румяна кажутся достаточно яркими, но я уже в прошлом видео их наносила и видно было, что они прям такие деликатные на лице. Придают здоровый румянец. Мне они очень понравились. Я их обязательно буду использовать, как только закончится у меня из аналогичной палетки предыдущей румяна. Потому что она мне уже, честно говоря, такая там чуть-чуть осталась. И хочется ее допользовать и уже в пустые баночки отправить, вам что-нибудь рассказать. Ну и теперь давайте приступим к теням. Я начну. Значит, вот здесь мы на этом глазике будем наносить тени Шанель. А здесь будет Вивьен Сабо. Если, конечно, потом будет немножко отличаться, я подправлю. Но для вас хочу просто показать. Мы посмотрим, есть ли разница и стоит ли платить больше. Сначала я набираю темный оттенок. Я купила тоже скошенную кисть для бровей. И эта же кисть подходит для подводки. Набираю чуть-чуть вот этих темных теней. И несмотря на то, что мне уже там тоже в том видео сказали Марина, ни в коем случае нельзя подводить нижнее веко. Это же прям так старит, утяжеляет. Вид как у алкаша. В общем, там что только не понаписали. Боже мой, как будто я одна вообще в принципе накрасила веко нижнее темным оттенком. Честно, я была вообще в шоке от того, что там понаписано. Ну, люди разные. У всех, конечно же, разные представления макияжа. Я специально теперь, не поверите, как смотрю, как кто-то где-то накрашен. Я смотрю, накрашены ли перламутрыми, накрашены ли нижнее веко. Мне еще сказали, что нельзя. Вот здесь я сверху подвожу. Я практически рядом с ресницами стараюсь проходить темным оттенком. для того, чтобы межресничное вот это расстояние не просвечивало. Чтобы, когда я тушь нанесу, все это казалось немножко более однотонным. Чтобы не было вот этих вот просветов кожи. Теперь я возьму самый темный оттенок из Vivienne Sabo и нанесу на другой глаз. Оттенки отличаются. То есть, если у Chanel прям угольно-черный, то здесь он, видите, такой коричнево-розовый. Конечно, у Vivienne Sabo тени более мягкие. Я сейчас немножко их вот сюда стряхну, потому что иначе будет очень-очень густо нанесено. Я уже ими красилась. Вот видите, сразу излишки. Сразу прям излишки. Я сейчас все это уберу. И точно так же наношу на околоресничную область. И честно вам скажу, я с этой кистью не могу никак дружиться именно, когда крашу левый глаз. Ну, да, разница есть. Сейчас я чуть больше растушую вот под этим глазом. Подводка получилась очень-очень темная. Ну, вот, что бы я ни делала, она все равно получается темнее. Давайте тогда подкорректируем правый глаз. Пусть он будет чуть-чуть потемнее внизу. Вот так. Дальше я буду наносить светлый оттенок. Поскольку в Chanel светлого оттенка у меня нет совсем, он кончился. Я беру однешечку у меня из Max Factor эти тени. И вот так легонечко нанесу на верхнее веко, около уголка, просто слегка высветлю. Встряхиваю кисть и беру Vivienne Sabo. И вот этот самый светлый оттенок набираю. И буду наносить на то же самое место, но на другой глаз. В принципе, получается примерно то же самое. Поскольку оттенки, ну, примерно одинаковые. Я вам сейчас покажу. У Vivienne Sabo немножко отличается. Здесь желтоватый, здесь более розоватый такой оттенок. Особенно на камеру. И буквально чуть-чуть-чуть-чуть я тоже беру кисть для нанесения теней. Это тоже от Faberlic. И поскольку макияж прям такой дневной-дневной, я беру у Chanel, набираю вот этот вот оттенок. И слегка-слегка сейчас его нанесу вот сюда, на внешний угол глаза. Буквально чуть-чуть для создания легкой тени. Есть у меня еще и растушевочная кисть, тоже от Faberlic. И немножко границы я сейчас вот эти растушую. Практически невидимый макияж. Стряхиваю кисть и беру примерно такой же оттенок. У Chanel я брала вот этот оттенок. А Vivienne Sabo я возьму вот этот вот второй оттенок. Тоже такой серо-коричневый, но он более теплый. И на второй глаз наношу Vivienne Sabo. Еще чуть-чуть набрала. Наношу. Сейчас я также слегка-слегка растушую границы. И вот получается у меня все равно более яркий макияж с этой стороны. Но ничего, я потом подправлю. А может быть сейчас тушь сделает свое дело и выровняет все. Тушь я буду использовать в свою любимую Push Up Effect. Кстати, третья тушь уже, которую я покупаю. И она вся разная. Представляете? Первая была тушь. Сразу пришла густая. И сразу красила как нужно. Вторая тушь, которую я покупала, вы наверное слышали, кто меня постоянно смотрит. Вторая тушь пришла с комочками. То есть ей невозможно было накрасить, нужно было эти комочки разносить по ресницам. Вот это третья тушь. На ней нет практически комочков, но она жидкая. То есть ей нужно время, или как вот говорят, туши нужно раскраситься. Вот этой туши нужно раскраситься. Ей обязательно нужно время, чтобы она слегка подсохла до того состояния, когда она будет хорошо красить в один слой. Сейчас, когда она вот такая жиденькая, я в один слой нормально накрасить не могу. То есть получаются ресницы совершенно не те, которым я обычно привыкла с этой тушью. Но как бы то ни было, у меня сейчас 4 туши в стаканчике, и рука тянется именно к ней. Я не знаю почему. У нее не очень простое смывание. Она всегда дает очень большой эффект панды. Я потом все это убираю двухфазным средством. Но, несмотря на вот эти все трудности при снятии туши, я ее пользуюсь, пользуюсь с большим удовольствием. Нанесу второй слой. Обратите внимание, что второй слой я наношу, когда она чуть-чуть уже подсохла. То есть я накрасила второй глаз, и потом вернусь к первому. Она не засыхает за это время до такого состояния, когда второй слой ложится как по сухому. То есть вообще не ложится. И здесь проблем нет. Вот все, второй слой через какое-то время ложится очень-очень даже хорошо. Мне это нравится. За то время, пока подсыхает здесь, я успеваю накрасить на первый слой второй глаз. Вот я немножко промахнулась и накрасила себе кожу около глаз. Ну все, в принципе, не буду я дальше красить. Красить все-таки макияж дневной, и он должен быть более легким, чем вечерний. Нижние реснички я стараюсь сильно не красить. Они у меня длинные, и выглядит это не очень. Ну все, я докрасила глаза. Брови я сегодня красить не хочу. Я хочу попробовать гель для бровей. Вот этот прозрачный Брауфикс из коллекции Маши В. Гель для бровей, артикул 5164. Аромат, это не аромат. Он прям вот воняет чем-то. Брови красить не буду. Я их просто сейчас вот этим гелем попытаюсь уложить. Такое ощущение, что ничего на кисточке нет. И посмотрю в течение дня, как у меня будет выглядеть мои брови. Расчесывает хорошо. Главное, чтобы, да, закрепила этот эффект. Ну и все. В принципе, сегодня больше с бровями ничего делать не буду. Следующее, что я приготовила, это помада 40058. Это новая помада. Она называется полуматовая. Но она, девчонки, прям матовая. То есть я вчера уже на работе с ней походила. Это вот такой нейтральный оттенок. Я такие оттенки люблю. У меня либо коралл, либо вот такой. И без использования карандаша сейчас вам нарисую губы. Покажу, что контур держит хорошо. На губах, конечно же, ощущается. То есть нет такого, что ты не чувствуешь помаду. Чувствую, что на ней что-то есть. Но это не пластилин. Вот у меня какая-то была помада. Она тоже вроде как полуматовая была. Она прям как пластилин ощущалась. Не фаберлика, не помню какая. Давайте. Такой розово-сероватый оттенок вот уже вышла. За контур. И посмотрите, абсолютно матовые губы. Почему она полуматовая, я не знаю. Лично у меня ощущение, что я накрасила губы, допустим, подводочным карандашом. Аромат у этой помады напоминает мне аромат жвачки какой-нибудь фруктовой или даже гель с манго и желтенький у нас новый появился. Вот она пахнет примерно так же. Значит, я вижу сейчас на камеру, что оттенок выглядит более теплым, но он на самом деле более холодный и с серым подтоном. И я вот сейчас в свое зеркало вижу немножко другой оттенок. Ну вот, все, испортила я вот этой повязкой всю свою сегодняшнюю укладку. Поэтому не судите строго мою прическу. Я вам пыталась показать макияж. И, в принципе, давайте сделаем вывод. Мне кажется, что тратить безумные деньги на Шанель не стоит. Vivienne Sabo прекрасно справилась с таким естественным, не перламутровым макияжем. Тени тоже практически без какого-либо шиммера. Тени Шанель, конечно, тоже по-своему хороши, но тратить в 10 раз больше денег на Шанель я точно больше не буду. Большое спасибо, что досмотрели мое видео. Оно было такое немножко растянутым. Но, несмотря на это, хотелось показать вам все, что в последнее время я приобрела, чем я сейчас крашусь. Я надеюсь, у меня все получилось. Всем большое спасибо, что смотрите мой канал. С вами была Соловьева Марина. Всем пока!